Итак, мы имеем общее решение колебаний в виде x равно a cosω0t плюс b sinω0t и запись в виде амплитуды c sinω0t плюс φ01 или c cosω0t плюс φ02. При этом cc это корень квадратный из a квадрат плюс b квадрат. Величины a, b и c определяются начальным моментом времени, при котором это колебание стартует. Давайте предположим, что у нас в момент времени t равный нулю, скорость равна нулю, v равную x' равна нулю, и одновременно x равно какому-то x максимальному. Ну можно даже не x максимально, а давайте x нулевую. Зададим. x равно x нулевое. Рассмотрим такой вот первый случай. Тогда мы можем подставить t равна нулю вот сюда или сюда. Сначала давайте найдем x'. Я буду пользоваться сейчас верхней формой записи. Давайте вот этой формой. Пускай у нас будет вот это. x' из первого уравнения. x' равно а минус а омега с ноликом синус омега 0t плюс b омега с ноликом кусинус омега 0t. А если этой формой записи воспользоваться, то x' равно с омега с ноликом кусинус омега 0t плюс фи 0 1. x' равно 0, это значит, что при t равном нулю у нас синус здесь будет 0, 0, а косинус 0 даст нам единицу. Значит, из первого мы получим, что 0 равно b на омега с ноликом, следовательно, b равно 0. x' равно x0, это значит, что при t равном нулю у нас x равно а косинус 0, это единица. b у нас 0, значит, этого члена нету. И тогда x будет равно x нулевое на косинус омега 0t. Посмотрим, к чему приведет нас вот эта запись. Если подставить t равное нулю, то косинус 0 здесь будет плюс фи 0 1, то есть 0 равно с омега с ноликом, косинус фи 0 1, и, следовательно, фи 0 1 будет равно и пополам. Ну, возможно, плюс пика. То есть косинус 90 градусов у нас 0. Значит, тогда x будет иметь вид тогда x будет равно c синус омега t плюс при пополам, это косинус. c косинус омега 0t. Ну и при t равном нулю косинус нуля единица, значит, при t равном нулю x равно 0 при t равном нулю. Следовательно, мы будем иметь, что c равно x максимальное. ну или x0, 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 то есть совпадающий результат. Рассмотрим второй случай. Второй случай. Пусть при t равном нулю v равно v с нуликом, равно x штрих, а x равно нулю. Равенство нулю xа означает, что при t равном нулю косинус нуля это единица, значит, a должно быть равно нулю, поскольку второй член исчезает синус нуля 0. Значит, из этого, что a равно нулю, а из того, что x штрих равен v с нуликом, а у нас 0, значит, этого члена нету, косинус нуля единица, значит, b омега равно x штрих, равно x штрих, а x штрих равно v с нуликом. v с нуликом. И тогда b b равно у нас v0 делить на омега с нуликом. Подстановка проделана не таких же операций, здесь нас привезет к тому, что x равно нулю. Это значит, что c синус φ0,1 даст нам 0, то есть φ0,1 мы можем назвать это 0 плюс np. ну здесь, кстати, тоже пополам плюс np, может быть. значит, здесь его просто не будет. Соответственно, второе уравнение будет x штрих равно x штрих равно v с нуликом. Это значит, что c омега с нуликом 0, а здесь тоже 0, косинус нуля единица. Соответственно, c омега с нуликом даст нам c омега с нуликом даст нам v0 и c равно v0 делить на омега 0. но то, что я здесь написал, вот это выражение и вот это выражение, оно будет справедливо в том случае, если у меня π пополам плюс 2πn или же 0 плюс 2πn. Если у нас 2πn еще плюс π, то здесь может появиться знак минус. То есть формально c равно плюс-минус v0 делить на омега с нуликом. Но это означает просто, что у нас отклонение либо в одну сторону, либо в другую сторону. От положения равновесия. Либо сюда, либо сюда. То есть c равно плюс-минус v0 делить на омега с нуликом. Если аккуратно. Ну, соответственно, здесь тоже плюс-минус x нуликом. Либо сюда скорость направлена, либо сюда скорость направлена. И так, и так возможно. В произвольном случае, если при t равно 0, третий случай, общий, t равно 0, x равно x с нуликом, v равно x штрих, равно v с нуликом. Ну, мы уже a и b таким образом нашли. То есть a в данном случае будет x с нуликом, b равно v0 на омега с нуликом. И мы можем сразу же, используя эти выражения, написать, я сейчас не очень хочу подробно останавливаться над этим вопросом, на этом вопросе. a будет также равно x0, значит, соответственно, a будет равно x0, b равно v0 на омега 0, ну, а c будет равно корню квадратному из x нулика, v2, плюс v0 на омега с нуликом в квадрате. Вот так вот. То есть можно точно так же подставить вот эти два условия в эти два уравнения, решить систему, посмотреть, к чему она приведет. Ну, привезет она вот к этому.